А сейчас Лолита представит своего участника. Спасибо большое. С удовольствием представляю группу Янкис. Песня «Бублички». «Бублички, Рома». Ну, наконец-то. Группа Янкис. Не лепится образ. Ну, хорошо. Как придумать этот конфликт? Алла Борисовна мне сказала, что мы, так как мы с Настей немножко разные, она округлила мою сущность. Я психанула, я рыдала. Я не знала, что делать, я не знала, как, что. Это возрастное, оно доминирует над профессиональными. Ваши телефоны тут у всех есть? Мы с ним проголосуемся на нас. И ты у телевизора, ты как-то проголосуем. Вот мне хочется, чтобы они оторвались, как малолетки. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть твои глаза, как прежде, горят. В силу отсутствия опыта, брать кого-то энергетикой в их возрасте, ну, не знаю, наверное, дано единицам. Ой, ты что? Да. Конечно, но... В пении вы какие? Вы сегодняшние? Или вы девочки из хора? Нет, поэтому надо контракт, да, бойко. Подача должна быть более жесткая. Не бояться ничего. Группа Янкис Добрый вечер. Ребят, мы тут вот в группе Янкис в проекте участвуем. Хотим попросить вас проголосовать за нас. Одна смс-ка всего 21 рубль. Но НДС, я думаю, не проблема. Вот вы у экрана зрителей сидите, вы набирайте номер, пожалуйста. Молодой человек, достаньте телефончик, проголосуйте. Ну, серьезно, вам же не сложно, а мы споем для вас. Ночь надвигается, фонарь качается, Роман ругается в ночную тьму. А я не мытая, плащом покрытая, Всеми забытая здесь на углу. Купите ж бублички, горячие бублички, Гоните рублички сюда скорей. И в ночь не на сною меня несчастную, Торговку частную ты пожалей. Отец мой пьяница, за рюмкой тянется, Кошмар, а мать уборщица, Какой позор, какой позор. Ты спрогулящая, всю ночь не спящая. Братишка маленький, карманный вор, Купите ж бублички, горячие бублички, Гоните рублички сюда скорей. И в ночь не на сною меня несчастную, Торговку частную ты пожалей. Купите ж бублички, горячие бублички, Гоните рублички сюда скорей. И в ночь не на сною меня несчастную, Торговку частную ты пожалей. Ну вот второй концерт уже все как-то пообвыклись, видимо, на сцене, чувствуют себя уже поувереннее все. И мы уже стали более близкими с вами. Но все равно, девочки, ну к концу только песни, ну вот Алла Борисовна вас уже заводит и хлопает, и это, и все. И только последние полминуты вы наконец-то уже завелись и довелись и довелись. На мой взгляд, сейчас, сейчас главная проблема это то, что две половинки дуэта немножко идут не вместе. Катя отстает совершенно определенно. Для того, чтобы догнать вторую половинку, мне, например, это бы очень хотелось, потому что у вас хорошая внешность, вы хорошо, в принципе, взаимодействуете. Но надо перестать жрать бублички, потому что телевизионный экран, телевизионная камера, она прибавляет несколько килограммов. Вот я сколько не худею, смотрю, потом себя попагула. Ручка, мне кажется, есть бестактное, вот такая физиономия. Совершенно бестактное замечание. Совершенно бестактное замечание в трамвае, но не на проекте, связанном с шоу-бизнесом. Но тогда мне вообще нечего делать. Тогда я корова, кобыла и должна покинуть эфир. Не слушайте его. Он сам мужик крупный. Но дело не только в этом. Я говорю не только о внешнем виде. Это всего лишь одна из частей. Когда вы танцуете, когда вы поете, вы не доделываете все время. Вы движение до конца не доводите. Вы не дорабатываете где-то. Все немножко чуть-чуть формально. Все чуть-чуть не до конца. Вы обозначаете движение, но вы его не делаете. Вы обозначаете строчку, но вы ее не допиваете. Мне хочется, чтобы вы просто чуть больше работали. А так мне все понравилось. Я ваш фанат. Благодаря нашему замечательному педагогу, госпоже Брейдбург, сейчас вы обе звучали, и она вкалывала над этим, и вы вместе с ней. И давайте ей поаплодируем, что замечательный педагог по вокалу. Мне нравятся танцы. Мне нравится соотношение вас с балетом. Вы чувствуете? И я совсем не согласна с Игорем. Песня началась. Только вы начали показывать ту историю. Это совсем давнишняя история. Совершенно не современная песня. Про Бублички, про мать гулящую, про этих пьющих. Эти девочки сделали настолько обаятельно эту песню. И настолько зажгли всем, что, по-моему, всем было плевать на содержание. Я видела, как вас поддерживала аудитория. И сама вас поддерживаю. И мне хотелось встать и сбросить пару килограмм вместе с вашими движениями. Но я так не умею. Вы круче меня. Чего ты завелась-то так? Потому что я не согласна с тем, что их вот сейчас... Ключи у Жириновского вообще. Абсолютно Жириновского. Азначно. Классный, классный, классный. Классный заслевает. Азначно, молодцы. Никого не слушайте. Слушайте Пугачёва, да. И попробуйте мне только худеть. Обе. Ни в коем случае. Господи. Боже мой. Девочки, значит, что касается бубликов, я тоже должна что-то сказать. Значит, после 30 дней жрите. А сейчас кушай на здоровье. Понимаешь? Вообще об этом думать не надо. Пышечка замечательная, киски такие две. И всё вы правильно сделали. Современные девчонки, которые поют на современную тему. Кто-то, кто знает бублики, а вот нынешнее поколение не знает этой песни. Они могут её воспринять как современную, какую-то песню о современной жизни. Мы должны смотреть на вас, вот как в балете. Нам кажется, что это всё легко. А сейчас было видно, что нелегко. Понимаешь? Так напряжение в лице. А правильно ли мы это сделаем? То есть, когда это придёт, это всё будет хорошо. Ну, а так, в принципе, очень прилично. Молодцы. Спасибо. Досталось девчонкам сегодня. А вы кого изображали, когда пели эту песню? Современную молодёжь. Ну, вот то, что вот нам нужны деньги, даже банально. Вызывающие периодически жалость. Не подсказывает. Да, да. Не на то, что вот мы говорим тут, что у нас там... То есть, мы прибедняемся. А-а-а. Это надо на всё абсолютно другим. Слези, что мы просто девочки, которые жаждут вашего внимания и вашей любви.